Дарова, бро! Итак, без лишних предисловий сразу перехожу к делу. Я взял тут наушники попользоваться OPNKBuds и мне они не очень понравились. Да, это бюджетные наушники и я не ждал от них чего-то особенного, но самая большая проблема, которой я столкнулся здесь, это то, что у меня от них очень сильно болят уши. Буквально около часа и всё. Моя ушная раковина говорит, вытащи эту фигню. Хотя сидят они очень даже неплохо. Намного лучше, чем многие другие внутриканальные наушники, потому что в моих ушах внутриканалки держатся довольно-таки плохо, особенно когда я начинаю разговаривать. Но эти наушники сидят очень хорошо. Я думаю, это благодаря амбушюрам. Они очень похожи на амбушюры в AirPods Pro. В комплекте, кстати, идут еще две сменных пары амбушюр. Но, хочешь не хочешь, приходится их поправлять, потому что я говорю то, что у меня очень сильно начинают от них болеть уши. Буквально за час всё, у меня прям уже уши такие, вытащи их. И, поскольку управление здесь сенсорное, каждый раз, когда я их вставляю, или вытаскиваю, или просто поправляю, у меня обязательно происходит нажатие, у меня либо ставятся паузы, либо переключается трек. Я не знаю, почему производители до сих пор ставят на сенсорное управление одинарное нажатие, потому что это мега неудобно. Но, хорошо, что здесь есть приложение. Называется оно Hey Melody, которое доступно только на смартфонах Android. И тут как раз-таки можно отключить это одинарное касание. Не знаю, почему назвали именно Hey Melody, почему не назвали Oppo Buds, например. Потому что поначалу я думал то, что нет приложения, но потом всё-таки прочитал инструкцию. Когда начал узнавать жесты, увидел то, что здесь написано всё, приложение есть, качай Hey Melody, и всё будет отлично. На e-каталоге средняя цена за данные наушники в районе трёх тысяч рублей. И в этом ценовом сегменте есть много конкурентов. У каких-то будет время автономной работы больше, у других управление удобнее. И, кстати, если что, e-каталог доступен как в России, так и в Украине и Казахстане. Ссылки в описании. Второй момент, который важен лично для меня, это наличие мультиподключения. Поскольку я пользуюсь одновременно несколькими смартфонами, то для меня это очень важно. Я знаю то, что и среди вас есть люди, у которых по два смартфона, например. Один личный, второй рабочий. Так вот, здесь, к сожалению, нет мультиподключения. Поэтому мне приходится каждый раз, когда я подключаю его к смартфону, зажимать наушники в кейсе и вводить их тем самым в режим сопряжения. Да, после первого подключения они автоматически подключаются к смартфону. Но делают они это ещё, как только ты вот только открыл кейс, пожалуйста, всё, у тебя уже подключилось. Из-за чего ты там можешь разговаривать по телефону. Взял в руки кейс, сидишь вот так вот, открываешь, закрываешь. И у тебя то подключается, то отключается. Это очень неудобно. На мой взгляд, намного удобнее, когда ты достал наушник из кейса, то пускай тогда он подключается. Зачем мне подключённые наушники, когда у меня они ещё в кейсе находятся? То есть нафига мне сопряжение с наушниками, которые сидят в кейсе? То есть, ну, нелогично. Просто, например, в наушниках Samsung нет такого. У тебя скачаны приложения, ты уже один раз к каждому из смартфонов подключился и всё. Теперь ты открываешь любой смартфон, открываешь приложение, нажимаешь подключиться, у тебя наушники коннектятся к нему. То есть ты можешь быстро с одного смартфона подключиться к другому. Это называется мультиподключение. Но там и цена другая. И да, согласен, то что мультиподключение это кому-то, например, вообще не нужно. Поэтому не будем относить это к минусам. Наоборот, предлагаю поговорить о плюсах данных наушников. Потому что на Алике их вообще там в районе 2000 можно купить. И за эти деньги здесь, например, есть классная такая фишка, как управление громкостью звука. Также им не страшен пот и брызги воды, поскольку здесь защита IP55. Мне кажется, что защита от лака должна быть вообще прям по умолчанию. Потому что, ну, я не собираюсь в сухой комнате пользоваться наушниками. Нет, я буду с ними ходить по улице, я буду в них заниматься спортом и бла-бла-бла. Поэтому защита от пота и брызг должна быть во всех наушниках. Касаемо время автономной работы, от одного заряда один наушник дает в районе 5 часов прослушивания музыки при средней громкости. На максимальной громкости в районе 3 часов. Кейс, в свою очередь, может дать еще около 20 часов. Так что автономность здесь неплохая, хотя какие-нибудь AirDots 3 они дадут до 7 часов на одном заряде и до 30 часов с кейса. Но, поскольку здесь наушники подключаются независимо друг от друга к смартфону, то можно продлить время автономной работы, просто используя их по очереди. И, касаемо задержки. Во время видео, при просмотре на YouTube какого-нибудь видеоролика, обычно я это делаю в 2х скорости, то я задержки не заметил. А вот во время игр, да, она есть, даже если я включаю игровой режим. Сделать это можно либо через приложение, либо трижды тапнуть по любому из наушников. Но, я не вижу в этом смысла, потому что в той же самой игре PUBG задержка, что так, что так. Ну, лично у меня. Двойной тап по левому наушнику у меня настроен как переключение к следующему треку, а двойной тап по правому наушнику к предыдущему треку. А чтобы изменить уровень громкости, то зажимаем один из наушников, например, правый это увеличить громкость, левый это понизить громкость. И, к сожалению, здесь нет датчиков приближения, поэтому вынимая наушник никакой автопаузы не происходит. Это нет, этого нет, это не происходит. Короче, бро, нашел еще такой момент. Именно в смартфонах от этого холдинга BBK, то есть у меня, например, смартфон Realme, в настройках есть еще возможность Dolby Atmos включить. То есть просто в приложении этого нет, и просто по умолчанию это не включено. Так вот, реально есть изменения. Когда я включаю Dolby Atmos, звук как будто бы, сцена, знаешь, становится шире. То есть так как бы плосковато, но когда включается Dolby Atmos, сцена как будто бы шире. Помимо этого, здесь можно выбрать музыку, сценарий, и поиграться с эквалайзером. Здесь есть свои пресеты, и можно уже свой настроить. То есть, как тебе, ну это я тут чисто побаловался, не скажу, что это хороший пресет. Так вот, ну просто удивительно, прикольно, что есть какая-то, знаешь, экосистема. Да, но только со смартфонами компании BBK. То есть OnePlus, какой-нибудь Vivo, Oppo, Realme, они будут нормально работать. Но вот у меня здесь Pixel 6, и там просто приложение, там, к сожалению, нет вот этого Dolby Atmos. Внутри у нас стоят 8-миллиметровые драйверы, наушники поддерживают кодеки SBC и AAC. Басы есть, но, правда, не выдающиеся. Средние и высокие частоты присутствуют, хотя последних иногда не хватает. Но в целом, как бы, по абсур, рэпчик, все вот это вот, слушать можно прям на ура. А вот с инструментальной музыкой или с роком могут быть проблемы. Так что все зависит от того, какую музыку ты любишь. Активного шумоподавления в наушниках нет, только пассивность за счет форм-фактора. Но есть активное шумоподавление во время разговора. То есть в данный момент вот я записываю звук с наушников, ты можешь послышать, как они звучат. Но я послушал, мне кажется, не хуже, чем у конкурентов. За такие деньги. Знаешь, в самом начале я сказал, что мне не понравились наушники. Но дело в том, что до этого я не тестировал их именно со смартфоном Realme. То есть у меня не было в наличии смартфона Realme. И вот только сейчас, когда я занимаюсь именно подсъемом этих самых наушников, я понимаю, что, ну, в связке реально со смартфоном от колдинга BBK, ну, реально прикольные наушники. У них прикольный звук. У них есть приложение. Есть возможность регулировать громкость. Просто зажать им. Это очень удобно. То есть я просто зажал наушник, и у меня повышается или понижается звук. Потому что в тех же самых Redmi Buds 3, и на Redmi Buds 3 я тоже могу регулировать громкость. Но там нужно постоянно тапать. Там двойной тап повышения, двойной тап повышения, там тройной тап понижения. Или наоборот, я сейчас уже и не помню. Вот. Потому что там управление очень неудобное. А здесь просто зажал, и это правильно. Ты просто зажал, и у тебя регулируется громкость. И не нужно тапать постоянно. То есть ты хочешь быстро повысить громкость, просто зажимаешь, и она у тебя растет. Блин, это прикольно. Слушай, ну со смартфонами Realme, или со смартфонами, ну в общем, холдинга BBK, как я уже сказал, это прикольный наушник. Если у тебя смартфон от холдинга BBK, рекомендафируем. В общем, как-то так. Пиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этих наушников. Норм, не норм. Ну, я, конечно, мне понравилось то, что здесь, если ты используешь, правда, смартфоны BBK. И, скажем так, то у тебя выскакивает и плашка, и ты подключаешься, и без проблем тебе даже приложение это скачивать не нужно. Ну, и сидят они неплохо, но у меня болят от них уши. То есть есть наушники, которые тоже неплохо сидят, но от них у меня уши не болят. Как-то так. На этом у меня все. Подписывайся, лайк, и до скорых встреч. Пока. Пока.